Здравствуйте! Сто лет назад Тимофей Ящик вполне мог погибнуть на фронтах Первой мировой войны, если бы с передовой его не отозвал личный приказ императора Николая II. Статья Марии Позняковой в газете «Аргументы и факты» в сентябре 2014 года. Милый Ящик. На маленьком полустанке специально для него лейб казака Тимофея Ящика был остановлен в Петербургский экспресс. Внеплановая остановка вызвала у пассажиров волнение, а чуть позже удивление. В вагон зашел внушительных размеров под 2 метра ростом мужчина в грязном изношенной форме. В Петербурге Ящик узнал, что поступает в распоряжение матери царя в двоздовствующей императрице Марии Федоровны, и сразу же явился в ее резиденцию Анечков дворец. Мария Федоровна вид Ящика озадачила. Бритая голова и срезанная до подбородка борода. Это чтобы вши меньше ели в окопах, стал оправдываться казак. Я исправлюсь. Императрица улыбнулась. В своих дневниках, вспоминая о лейб казаке, она напишет. Минный ящик. Лейб казак будет рядом с императрицей 13 лет, вплоть до ее кончинного чужбения. За эту верность присяге и царю он дорого заплатит. Коммунисты, войдя в его родную станицу Новоминскую на Кубани, показательно расстреляли жену казака Марфу, мать его восьмерых детей. Мне довелось общаться в 2003 году с младшей дочерью Тимофея Ящика Анной Тимофеевной, 1910 года рождения. Рассказал о их писатель Александр Червоненко, занимающийся историей казачества. Дети и племянники Ящика заговорили о своем родстве с ним лишь начиная с 90-х годов. До этого было опасно. Но вот что удивительно, Тимофей Ящик на протяжении 20 лет умудрялся передавать издание в станицу детям вещи и деньги. А незадолго до смерти впервые прислал издание письмо, которое хранилось у старшей дочери Анастасии, но после ее смерти исчезло. Анна Тимофеева рассказала писателю, что в 1916 году за ней, в шестилетней, в станицу приезжал отец, чтобы взять с собой в Крым, где в то время остановилась императрица. Видела девочка и саму Марию Федоровну, невысокую, миниатюрную женщину, которой было почти 70 лет. После Октябрьского переворота большевики изолировали Николая II с семьей на Урале, а его матушка оставалась в ссылке в Крыму. Здесь рядом с ней была младшая дочь и сестра Николая II, великая княгиня Ольга. Среди всех особ императорской фамилии Ольга Александровна отличалась необыкновенной простотой. Она ездила на обычных извозчиках, а в своем имении в Воронежской губернии могла зайти в деревенские избы и начать нянчить маленьких детей. Ее мужем был скромный офицер Николай Куликовский. В Крыму у Ольги и императрицы возникли разногласия. Великая княгиня отказалась покидать Россию, и тогда ящик предложил отвезти Ольгу Александровну с мужем и маленьким сыном к себе на родину, в станицу Новоминскую, которая в то время находилась в тылу Белой армии. В доме ящика великая княгиня родила второго ребенка. В этот самый день императрица вместе с ней и ящик находилась в море между Константинополем и Мальтой. Из-за угрозы взятия Крыма большевиками они 19 апреля 1919 года вынужденно покинули Россию, а Ольга Александровна с семьей осталась на Кубани, завела домашнюю живность, засадила огород, сама полола картошку. Кубанский дневник великой княгини Ольги хранится у вдовы ее старшего сына, Ольги Николаевны Куликовской Романовой. Моя свекровь очень любила Россию и надеялась здесь остаться. В это трудно поверить в нынешнее прагматичное время, когда люди запросто покидают отечество ради комфортной жизненно чужбения. В молодости у Ольги Александровны была возможность выйти за иностранца, но она ее отвергла именно потому, что хотела жить в России, сказала Ольга Александровна. Однако, вопреки желанию особей царской крови, пришлось отправиться вслед за своей матерью в Дании. На Кубань наступали красные. А тогда уже было известно, как коммунисты в Екатеринбурге поступили с царской семьей. Расстреляли, затем расчленили, после чего останки царских мучеников облили серной кислотой и сожгли. Единственным человеком, кто отказался признать факт гибели Николая II и его семьи, была его мать-императрица. В своем небольшом дворце в Дании до замужества Марии Федоровны была датской принцессой Дагмар в местечке Ведера на берегу Балтийского моря. Она часто смотрела в сторону России, ожидая увидеть на волнах яхту «Штандарт». На ней при жизни путешествовал государь Николай II. В Дании, на родине императрицы, Тимофей Ящик женился второй раз. Его невеста Агнес приняла православие с именем Нина. Ее крестной была сама Мария Федоровна. В этом браке у казака не было детей. При жизни императрицы ее телохранитель везде появлялся в казачьей форме с шашкой, пиджалом и револьвером, производя на датских улицах курорт. После кончины Марии Федоровны в 1928 году он трое суток стоял у изголовья ее гроба в почетном карауле. В штатское платье ящик надел, когда на скромные сбережения они с женой купили бокалейную лавку. Однако дома у него висела казачья бодка. Он укрывался ее холодными чарами и вспоминал, как, будучи четырех лет от роду, впервые надел казачью форму и сел на коня. Как родной отец единственный раз в жизни поднял на него руку из-за того, что маленький Тимофей, проснувшись вместо того, чтобы умыться и произнести утреннюю молитву к Богу, притворился больным. Как попал в лейтгвардию его императорского величества, которое состояло исключительно из казаков. Как император выбрал его своим ординарцем. Как однажды Николай II совершил 25-километровый пеший марш-бросок в форме рядового состава, чтобы лично проверить военную амуницию, поставленную в армию. Казак тогда удивился, что остался, отстал от императора, хотя был младше царя на 10 лет. Как в госпитале его закончилось обезболивающее. Николай II сам держал молодого бойца, пока из его тела вынимали осколок гранаты. Держал и утешал добрыми словами до конца операции. Это могло бы казаться сном, если бы не золотые часы на его руках подарки императора, желая и пущая память. Эти золотые часы и в прямом, и в переносном смысле были самой дорогой его вещью. Служба при государе, а потом при императрице не приносила значительного дохода. Жалование леп казака не позволяло содержать семью. Семья должна была содержать себя сама. В ее распоряжении была земля казака, писал Ящик. Мы любили и охраняли государя не из-за корости. Для нас это было честью. Он так и не принял датского гражданства и до последнего, надеясь вернуться на родину, писал. Если пока я жив на российский престол вступит новый царь, я поеду сломя голову к царю, чтобы поступить в ее распоряжение. Тимофей Ящик скончался в 1946 году в возрасте 68 лет и был отпет в Копенгагене в русской православной церкви святого князя Александра Невского. Незадолго до кончины он надиктовал жене воспоминания, которые она записала на датском. На родине Ящика близкие люди собрали деньги, чтобы перевести воспоминания казака и издателя в России. За несколько месяцев до смерти эту книгу получила его младшая, 94-летняя дочь Анна и прошедчик. Вот и встретились папка. Вот такая вот очень интересная информация. Особенно меня поразил факт, который приводит Мария Познякова, как однажды Николай II совершил 25-километровый пеший марш-бросок в форме рядового солдата, чтобы лично проверить военную амуницию, поставляемую в армию. Вот такой был у нас же сударь-император Николай II. Не забудьте подписаться на канал и оставить ваши комментарии.